Добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа «История одного шедевра». В истории нередки моменты, когда воля и талант одного человека совершают настоящий переворот в рамках той или иной науки или череды исторических событий, именно таким человеком, обозначившим новые горизонты в культурологии и философии Казахстана, был Серегбол Кундыбай. Он всю свою жизнь буквально положил на алтарь национальной мифологии. Большинство его исследований увидело свет уже после смерти автора, но интерес к ним в читательской среде растет год от года. Мурат Ауэзов писал, «Для меня творчество Серегбола Кундыбая поразительный и вселяющий надежду феномен, значение которого для нашей интеллектуальной и духовной жизни пока трудно оценить в полной мере». Наша программа расскажет сегодня об одной из самых востребованных книг Кундыбая – книге-словаре «Казахская мифология». Поражает трагичность его судьбы, очень короткая жизнь, которую он прожил. И в то же время именно то богатое наследие, творческое наследие, научное наследие, которое он оставил после себя, то оно дает нам по праву даже сравнивать его с таким личностью, как Шухан Валиханов, которого когда-то сказали про мелькнувший метеор. И я не побоюсь сказать о том, что Серегбол Кундыбая из ряда тех личностей, которых тоже можно сказать, что звезда заметнулась на небосклоне и быстро же угасла. Серегбол Кундыбай оставил громадный труд, причем, что поразительно, будучи не филологом по образованию, он оставил филологический труд, который называется «Прото-казахская мифология», а также сопровождающий монографии, общим числом где-то более 12 монографий. Серегбол Адельбекулы Кундыбай родился 14 марта 1968 года в поселке Курык Мангыставской области. С детства он интересовался историей, много читал. По рассказам матери Торбие с пяти лет рисовал географические карты. Поступать в Серегбол, конечно же, собирался на исторический факультет университета. Но не сложилось, и в 1986 году Кундыбай поступает на географический факультет КАЗГУ. Географию он любил не меньше истории, и в 1991 году блестяще окончил учебу по специальности геоморфология. Получив престижное приглашение поступить в аспирантуру Института географии Академии наук Казахстана, Серегбол был вынужден отказаться от него, ведь он был младшим сыном, хранителем очага. Он должен был быть рядом с семьей. И Серегбол Кандыбай возвращается домой. Я как-то натолкнулась на такое сравнение о том, что в его жизни являлось сакральным число 9, и он прожил всего лишь 36 лет, и было как бы 4 этапа по 9 лет. Судьба была, можно сказать, не очень благословна ему с самого рождения, потому что он у него был рост без отца, то есть родился уже, его отец не смог увидеть рождение своего сына. Вот мать его воспитывала. Второе вот как бы 9-летие связано его со студенческой жизнью в Алматы. По окончании университета работа в Мангестау, Устюрском обществе охраны памятников, затем в областном управлении экологии и, наконец, преподавание в поселковой школе. Итак, Кандыбай молодой специалист, вчерашний студент, ныне скромный учитель географии. Наверное, это не было пределом его мечтаний, ведь уже в 1993 году в жизни Серегбола Кандыбая происходит главное событие. Мифология властно вторгается в его мир, полностью меняя круг интересов. В читальном зале районной библиотеки молодой учитель листает мифологический словарь, которым затрагивается в основном античность и удивляется, а почему нет такого словаря у казахов? Есть ли у нас наука и следующие мифы? По воспоминаниям близких, буквально в тот же день он набрасывает список тем и имен, который через несколько лет станет основой многотомных научных изысканий будущего культуролога. Будучи непрофессиональным, будем так говорить, культурологом, исследователем, он по профессии географ, географический факультет нашего университета закончил. Но тем не менее, его работы по созданию именно казахской мифологии, его вклад, можно сказать, в развитие методологии изучения мифологии, создания тематических словарей, терминологических словарей, удивляет его широта, его познание. С моей точки зрения, это есть такой естественный феномен в мировой культуре, когда человек, будучи своего рода фанатом, патриотом определенной темы, определенной науки, он туда вторгается и совершает то, что не удается большим коллективам ученых. Вот такие феномены, они были и есть в мировой культуре. У нас это оказался Серегбол Кандыбай. Серегбол Кандыбай увлеченно работает над своим мифологическим списком, добавляя в него все новые и новые имена, темы, сюжеты и термины. В его распоряжении несколько энциклопедических словарей, две-три научные монографии, книги из районной библиотеки, академическое издание казахского фольклора. Но самое главное – с ним родной язык, знакомый с детства легенды и сказки, неуемное научное любопытство и бесконечные размышления. Кто знает, во что бы вылилось это увлечение, если бы жизнь молодого учителя текла в дальнейшем ровно и размеренно. Может быть, он со временем потерял бы интерес к своим изысканиям, обремененным семьей и детьми. А может быть, наоборот, продолжил свою работу в мировых и европейских культурных центрах, своевременно получая научные степени, награды и гранты. Ничего этого не случилось, а случилась трагедия. В возрасте 26 лет Сирикболком-Дебай попадает в страшную автокатастрофу и становится инвалидом первой группы. Травма позвоночника. Прогнозы врачей неутешительны. Все оборвано. Мечты, планы, работа. Кажется, впереди лишь несколько мучительных лет, пропитанных болью и горьким разочарованием. Но именно с этого момента время жизни этого удивительного человека будто бы спрессовывается в единый стремительный рывок вперед. Он решает полностью посвятить себя мифологии и с головой уходит в научные изыскания. Известный казахстанский литературовед и публицист Кайра Джанабаев пишет о Сирикболе-Кундыбайе. Научное наследие Кундыбая огромно. Основную его часть составляет мифология – головной мозг всякой самостоятельной нации. Можно с полным правом сказать, что Сирикбол является основоположником национальной мифологии. С сегодняшнего дня мы можем говорить не только о рождении национальной мифологии как науки, но и о самой ее судьбе, о перспективах и путях ее развития. В этом несомненная заслуга Сирикбола-Кундыбая, который был беззаветно предан избранной судьбе и сам стал судьбой молодой науки. Он практически суммировал не только казахскую, но и тюркскую мифологию. То, что он смог систематизировать эти сотни мифологических сюжетов, сравнить их с другим мифологическим, антропологическим материалом, обнаружить сходства, показать различия. С моей точки зрения, это труд, который нам предстоит потом осуществить, осмыслить. Вот это, с моей точки зрения, просто колоссальный труд по своему духовному, научному значению. Сирикбол-Кундыбай написал 16 книг, так или иначе раскрывающих тему казахской мифологии, 10 из которых были почти тут же опубликованы. Помимо этого, Кундыбай опубликовал более 90 научных, научно-популярных и публицистических статей в республиканской прессе. Культуролог и писатель Зира Наурзбаева отмечает, он впервые в нашем Отечестве применил на практике лингвомифологический метод для восстановления мифов в их временном развитии, в том числе и их архаических форм. Он использовал при этом все, что можно, исторические аналогии и сравнения, языковые сопоставления, разного рода документы, знания фольклора. В помощь шли реалии древности, обряды и традиции, данные этнологии, этнографии, географии и других предлагающих свои знания наук. Все, что имело отношение к предмету исследования, Серик Бол заносил в словарь и упорядочивал, в результате чего появилась картина мифологических представлений казахов и протоказахов, закономерность развития мифологического мышления. Далее провел комментарии к каждому мифу, далее он этот сборник прокомментировал и провел компартическое исследование, что поразительно, он обнаружил способность сравнительному летитроведению, то есть компартическому мышлению, сравнив протоказахскую мифологию с мифологией соседних народов, то есть монгольских, тунгусских, месопотамских, иранского народа, славянских народов, германских народов, китайского народа, индийского народа. То есть он обнаружил евразийское мышление, антропологическое мышление, компартийское, проведя очень глубокие сравнительно типологические исследования, пытаясь, конечно, обнаружить генетический след каждого мифа. Одной из самых важных в научном наследии Серегбола Кандыбая тем, стало своеобразное восстановление исторической справедливости по отношению к кочевым народам, в том числе и к казахам. Не секрет, что в мировой науке господствует мнение, согласно которому все главные культурные завоевания и достижения человечества принадлежат лишь оседлым народам. Намады с этой точки зрения автоматически попадают в разряд чуть ли не отсталых народов. Серегбол в своих трудах говорит об истинном вкладе наших предков в мировую сокровищницу духовной культуры. Он доказал, что тюрки – это многие понятия, научные понятия, многие термины, большая часть лексики от мировых языков происходит именно от тюркского языка, от протатюркского языка. Понимаете? Это моего великая заслуга. Его волновали вопросы о генезисе главных мифов, главных мифологических образов казахской мифологии. Например, образ тингри. Это один из центральных образов в его трудах в четырехтомнике прото-казахской мифологии. И это далеко не случайно, потому что имя тингри встречается не только в тюркской мифологии, но и в тунгусской, монгольской, месопотамской. Даже, скажем, в культуре народов маории, там это звучит так, тангара проведены системные сравнения, например, с германской мифологией. Германские боги и дренетюркские боги, например, бог Тор, германской мифологии, тингри, тюркской мифологии. Основная часть трудов Серегбула Кондыбая вышла в свет на казахском языке. Словарь казахской мифологии опубликован на русском. Тем не менее, как указано в аннотации книги, он не является сборником фрагментарных очерков по разным темам, а также сокращенным переводом других работ автора. Это самостоятельное произведение, в котором изложена системная теория автора. Серегбула Кондыбая, он сам написал две книги на русском языке. Во-первых, это его дипломная работа, защищенная в 1991 году, «Эстетика ландшафтов Мангастал перспективы развития туризма». То есть, в 1991 году, в 1990 году, когда он начинал эту дипломную работу, он уже тогда думал о том, что Мангастал должен стать не просто источником нефти, урана и природных ресурсов, но и нужно развивать туризм на Мангышлаке. А вторая его работа, написанная на русском языке, это «Казахская мифология. Краткий словарь». Эта работа осталась в рукописи. В предисловии к словарю казахской мифологии Зирана Урызбаева пишет, «В фундаментальной четырехтомной мифологии предказахов казахский язык становится средством исследования мифологии. Мифологические сюжеты и представления содержатся в лексическом фонде языка, в идиоматических выражениях, фольклорных текстах, обрядах, орнаменте, музыке, сакральной архитектуре и нуждаются в вычленении и оформлении». Именно эту масштабную и сложную работу взял на себя Серегбол Кандыбай. Сам он назвал себя завхозом казахской мифологии, занимающимся инвентаризацией, пытающимся в одной книге собрать, обобщить, учесть вещи, примеры, темы, идеи, необходимые для исследования казахской мифологии. Первую его книгу, которую взяли переводить, это «Казахская степь и германские боги». Мы тогда много искали переводчиков, совещались, и вот «Герой с Бельгер» нам порекомендовала обратиться к Майре Жанузаковой. Это один из лучших наших профессиональных переводчиков, потомственный переводчик. Майра Жанузакова прекрасно, очень литературным языком перевела эту вещь, но пока она переводила, стало очевидно, что нужно, чтобы переводил специалист по мифологии. Поэтому следующие тома сестра Серегбола Баслу попросила меня перевести. Я, конечно, со страхом бралась за это. Третий том, в нем две темы. Во-первых, образ змей, дракона в тюркской мифологии, и, во-вторых, образ великой матери в тюркской мифологии. Обе темы, они как-то немного у нас раскрывались с другими специалистами. Но вот системно, по большому счету, это только Серегбол раскрыл эту тему. И эти две темы большие он поставил в один том, потому что по его реконструкциям получается так, что прото-тюрки, древнейшие тюрки поклонялись матери в облике змеи. То есть змею, дракона, они рассматривали как свою мать, великую мать, прародительницу. И пережитки, рудименты тотемизма змеи сохраняются до сих пор в нашем фольклоре, в каких-то наших обычаях, на рудиментарном уровне, конечно. Серегбол считал, что за всеми вот этими изменениями в мифологии скрываются какие-то события, происходившие в древнейшее время, о которых, разумеется, не сохранилась письменная информация. Потом четвертый том, посвящен отдельным темам. Там культ близнецов, культ меча, металлы в тюркской мифологии, культ волка, медведя, собаки, птицы в казахской мифологии, в частности, вот лебеди и гуси, как тотемы в казахской мифологии, та же сам рук, шунрал и так далее. Второй том, он был самый сложный для перевода, я думаю, для Серегбола при написании, он посвящен реконструкции астральной мифологии, то есть мифологии звездной, небесной мифологии. Эта мифология хуже всего сохранилась у нас в фольклоре, и они меньше всего материалов. И вот Серегбол старался это все как-то собрать, эти фрагменты, и соединить, но настолько это уже все разрушено, что там к однозначным выводам было трудно прийти. Наследие Серегбола Кандыбая это поразительный и, наверное, единственный в своем роде пример в наше время. Пример того, как человек, сформировавшийся в чисто казахской среде, глубоко погруженный в национальное устное наследие, получив прививку европейского научного мышления, может творить вопреки всем обстоятельствам на мировом уровне и даже опережать этот уровень, замечает Зирана Урызбаева. Ровно девять лет, девять месяцев и девять дней продолжалась его неистовая гонка со временем и болезнью, подарившая нам удивительные открытия и прозрения, а также догадки, возможно, спорные и серьезные научные теории. Мифология, которой жил и дышал Серегбол Кандыбай, казалось, охотно раскрывает ему свои тайны. Он писал «истово», ночью просил посадить его в кресло, рассказывала мать Серегбола. А за несколько часов до смерти сказал «Мама, выключи компьютер, разложи мои бумаги по папкам, я больше не буду работать». Выдающийся ученый Серегбол Кандыбай ушел навсегда. Ему было всего 36 лет. Конечно, хорошо молодежь увлекается, потому что молодежь начинает по-новому осмыслять нашу историю, нашу культуру. А как раз импонируют его вот эти тексты очень оригинальные, очень глубокие, безупрежно научным аппаратом. Как культуролог мне очень, я бы сказала, что еще мы недостаточно много, недостаточно, не на достаточном уровне изучили и изучаем его труды. Это еще нам предстоит. Книга «Казахская мифология» написана простым и ясным языком. Она читается, как детективный роман. Все мы любим поговорить о великом культурном наследии предков, о роли, традиции в национальном сознании, о древних богах и героях, но большинство, к сожалению, лишь повторяет заученные фразы, не представляя себе тот бездонный космос, что кроется за ними. Труды Серегбола Кондыбая и казахская мифология позволят читателям прикоснуться к древним тайнам и загадкам истории, познакомят с различными теориями и интерпретациями мифологических сюжетов, ведь словарь рассчитан не только на специалистов, но и на широкий круг читателей. С вами была программа История одного шедевра. Увидимся через неделю. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok